всем привет ну и сегодня будет выпуск опять о двух актерах бойцах про которого я очень мало что нашел на просторах интернета и первым будет такой боец и во втором смысле уже актер как мастер ким ин хо в миру слава родился он в декабре 58 года на сахалине школьные годы провел в городе корсаков отец славы кореец мать японка из славного самурайского рода мацубара боевым искусством его обучал родной дядя брат матери стиль которому дядя обучал племянника назывался рюха но рюкю дзюцу когда славе исполнилось 15 лет дядя посчитал необходимым отдать его в обучение другому мастеру это был кореец по фамилии мэн школе мэна обучение было очень жестким нагрузки критические проводились поединки в полный контакт к тому же слава был дяденькин сынок поэтому доставалось ему больше других таким образом ко времени призыва в армию слова был уже сложившимся мастером срочную службу инхо проходил в городе красноярске здесь у него появились первые ученики в основном офицеры его части 1980 году слава приехал в москву поступил в московский технологический институт пищевой промышленности и открыл свою школу первые ученики мастера славы были корейцы но потихоньку в школу стали приходить и люди других национальностей в 1992 году слава снялся в фильме мастер востока в 93 фильме винт обучение в школе реки отличалась жестокостью большим объемом физической работы нестандартной техникой учитель требовал от учеников преодоления своих физических возможностей для воспитания воинского духа в настоящее время школа реки себя не рекламирует занимается в основном старые ученики когда я искал информацию об этом бойцы актере практически как я повторюсь ничего я не нашел но многие по текстам оставляли свои комментарии где я в принципе прочитал такую информацию как что очень многие действительно считают славу именно бойцом то есть это не показушный какой-то актер который машет там ногами знаете постановочные бои а именно боец почему слава ким инхо я если честно не знаю поэтому если кто знает у кого есть больше информации об этом актере я с удовольствием послушаю масая като родился в японском городе нари 27 апреля в 1963 году с детства звезда японского и американского кинематографа увлекался различными видами спорта будь то бокс легкая атлетика лыжный спорт и плавание актер кстати получил лицензию драйвера также масса является мастером боевых искусств эти увлечения помогли актеру построить карьеру ведь многие трюки он выполняет без помощи каскадера актер успешно закончил университет йокогамы и получил диплом учителя массая като начал свою профессиональную карьеру в качестве модели модных журналов для мужчин но уже в 1988 году состоялся его актерский дебют в детской киноленте широ и мерлин в следующие два года начинающий актер снимается в кинолентах четыре дня и снега и крови за которые он был награжден премией йоджира ешихара в 1990 году после его переезда в сша актерская карьера артиста переходит на международный уровень следующий фильм скотто этот фильм поражение где он сыграл руиза каяму этот фильм выходит на большие экраны в девяносто первом году в девяносто втором году актер снимается в киноленте заходящее солнце но эта работа не приносит актеру популярности ситуация изменилась в девяносто третьем году когда его сначала пригласили на роль лючи в сериал крутой уокер в этом же году он сыграл митсури в фильме седьмой этаж где его партнерша стала брукшиллс также он снялся в роли джина а казаки в телефильме торговец криминалом новый фильм с масса и плачущий убийца вышел в прокат в девяносто пятом году эта работа стала важным витком в карьере актера так как в киноленте он не только играл роль руи джи ханаду но и был постановщиком боевых сцен в девяносто седьмом году выходит фильм драйвер опять с марком да каскасом также звезда американского и японского кинематографа приняла участие в съемках знаменитой киноленты годзилла первые показаны в кинотеатрах всего мира в девяносто восьмом году масса и като снимается до сих пор у него очень много фильмов это всего лишь маленький кусок что я нашел по этому актеру вот такие эти два актера ким инхо и масса я като на них мало информации ребята если вы обладаете информации побольше давайте делиться с друг другом и возможно я переделал этот выпуск сделаю более его обширным но а пока на этом все